Россия, если так разобраться, то вы в принципе никогда-то сами и не воевали. Ну против кого вы сами воевали? Без Украины, без Беларуси, без Казахстана. Когда вообще с кем-либо воевали без соседних республик или стран, да? Вот если идет война, она идет через Украину, да? Через Беларусь, да? Через Казахстан. Вы понимаете, что Украину за три дня не пройдешь? Вы это уже поняли, да? То есть каждый раз, когда люди идут к вам, они выпадают в Украину, а там капкан и начинается месиловый. Пока они до вас доберутся, уже как бы силы не те. Понимаете? Поэтому Москву трудно было взять. А если бы Украины не было? Вот сейчас Украины не будет. Вот представьте, Украина такая, пожалуйста, Москва вот там, да? Вот, та еще прям Беларусь, господи, Наполеон, Наполеон, да? Пришел он в Москву. Вы же вообще из нее вышли. Вы же из нее вышли. Вы раненых солдат там оставили на милость Наполеона. Пришел Наполеон, русских нет. Русских нет денег. Русских нет два, русских нет три, четыре, пять, десять дней. Двадцать дней, три недели, месяц. Где русские? И такой царь говорит, казахи, пожалуйста, я вас очень прошу, передайте месседж казахскому хану. Хан пришел, хан пришел, казахский, спасать Москву. Так и написано в истории Франции. Они отмечают этот день, у них там все идет там, все записано. Сколько всадников было, сколько вина было выпито, сколько раненых, сколько оружия. И там написано, что выгнали нас с Москвы, именно вот армия всадников казахского хана. Ну и все. Ну что вы можете предоставить истории, где вот вы сами, сами, без казахов, без украинцев, без белорусов, что-то сделали сами. Все, что я знаю, что вы делали сами, вы сами, сами слизывали кумыс, сползающий с гривы коня Чингисхана. Все, что вы делали сами.